В этом видео я хочу рассказать о том, как напряжение или сила тока может быть функцией от времени, косинусом от омега t. В этом случае время будет у нас аргументом косинуса. Время — это переменная, которая может только увеличиваться. Она бесконечно растет. И в аргументе я написал еще одну переменную, маленькую греческую букву омега. Она играет очень важную роль. Все, что находится в аргументе косинуса, должно быть безразмерным. У него не должно быть единиц измерения. И если время у нас измеряется в секундах, то единица измерения омеги должна быть единица в секунду, или единица, деленная на время. Таким образом, омега — это единица, деленная на время. Если мы перемножим эти два числа, получится безразмерная величина, и мы можем вычислить от нее косинус. Таким образом, омега — это у нас частота. Величина, которая измеряется в единицах, деленных на время, называется частота. Омега — это некая константа, она не меняется. Время, как я уже сказал, непрерывно растет. И график косинуса от произведения этих величин будет представлять собой косинусоиду, или, как чаще говорят, синусоиду. Это, по сути, одно и то же, только со сдвигом по фазе. С увеличением времени этот график бесконечно колеблется вверх-вниз. Когда я давал определение косинуса, я наглядно объяснил его на интервале от 0 до 2π радиан. Обратите внимание, я изменил горизонтальную ось. Теперь здесь откладывается время в секундах. Это у нас 2 секунды, 3, 4, 5 и так далее. Вот эта точка символизирует π секунд. Следующая точка — 2π секунд. Как вы видите, функция косинуса на этом промежутке совершает полный цикл. А дальше она снова повторяется. Итак, вот эта точка — это 6,28 секунды. Для этого графика у нас ω равна 1. Поэтому, когда время t становится равным 2π, косинус совершает полный цикл. Итак, график косинуса. Вот эта бесконечно повторяющаяся кривая называется косинусоидой или синусоидой. Синусоидой можно описать многие происходящие в природе процессы. Если вы слышите чистую ноту, звонок колокольчика или свисток, если вы сами пропели какую-нибудь ноту, звуковая волна в этом случае будет иметь вид синусоиды. Кроме того, синусоиды часто встречаются в электротехнике. Теперь я хочу рассмотреть поподробнее эту синусоиду и рассказать вам о нескольких новых терминах. У любого повторяющегося графика, у любого повторяющегося сигнала есть период. Отмечу на графике пару точек пересечения с осью времени. Если мы возьмем расстояние вот от этой точки до этой точки, мы получим фрагмент функции, который бесконечно повторяется в обе стороны. И это расстояние называется периодом синусоиды. Период нашей синусоиды — это вот этот отрезок времени. Период, как правило, обозначается большой буквой t. Давайте взглянем вот на эту синусоиду и попробуем определить ее период. Проще всего начать с верхней точки, с нуля. Похоже, что повторяющийся фрагмент заканчивается вот здесь. Если мы начнем отсчет времени с нуля, тогда в этой точке время будет равняться большой букве t, в следующей вершине 2t и так далее. Если посмотреть на ось времени, то получится, что период равняется 0,02 секунды. Вот так находится период. Мы можем взять две любые другие точки. Скажем, начать отсюда, пройти полный цикл и вернуться вот в эту точку. Дальше я должен посмотреть по графику, чему будет равно вот это расстояние. Оно будет равно отрезку t. Время t еще можно назвать циклом. Время, необходимое для прохождения одного периода, — это один цикл. Еще один вопрос, который может нас заинтересовать, это сколько таких циклов проходит синусоида за одну секунду. Если один цикл занимает t секунд, а в нашем случае t равно 0,02 секунды, тогда для ответа на поставленный вопрос нужно взять обратную величину от 0,02. Получится 50 циклов в секунду. Это, можно сказать, скорость повторения циклов синусоиды — 50 циклов в секунду. Единица измерения цикла в секунду еще называется герц в честь немецкого ученого Генриха Герца. Герц был первым человеком, который сумел отправить радиоволну и потом целенаправленно принять ее. В его честь назвали единицу измерения цикла в секунду. Теперь она называется герц. Есть два способа описать скорость повторения циклов синусоиды. f — это у нас частота. Она измеряется в герцах или в циклах в секунду. И один цикл соответствует двум π радианам в секунду. Таким образом, частоту можно измерять в циклах в секунду и в радианах в секунду. Мы периодически будем пользоваться обоими способами. Частота, выраженная в радианах в секунду, это и есть наша переменная ω. Она называется угловая частота или радиальная частота. Иногда угловую частоту или радиальную частоту ω обозначают словом ρ. Давайте выясним, как связаны f и ω. Вообще их соотношение у меня уже записано. Если нам дано значение f, как найти, чему равна ω? Для этого нужно взять число f, выраженное в циклах в секунду, и умножить его на коэффициент преобразования. В нашем случае это 2π радиан в секунду, деленное на один цикл в секунду. Циклы в секунду сокращаются. Остается 2πf радиан в секунду. Таким образом, коэффициент преобразования следующий. Омега равна 2πf. Это соотношение полезно запомнить. Если у меня есть синусоида, скажем, напряжение в виде синусоиды, где u от t равно косинусу омега t. Это все равно, что u от t равно косинусу 2πf t. Во втором случае частота выражена в циклах в секунду, а в первом – в радианах в секунду. Мы можем выражать их друг через друга посредством вот такого коэффициента преобразования. Если взять предыдущий пример, то частота сигнала в нем была равна 50 герцам, то есть 50 циклам в секунду. Мы можем описать его формулой. u от t равно косинусу 2πf, где f у нас равно 50 умножить на t. Это равно косинусу 100πt. Вот это число – 100π. Это и есть омега. А вот это число – 50. Это f. Итак, мы с вами повторили тригонометрию и рассмотрели синусоиду с аргументом от времени. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим.